Довольно часто нас спрашивают о том, что такое локо, что такое эгрегор, чем они отличаются и вообще полезны они или не полезны, что с ними делать, выйти из них можно или нельзя, а если можно, то как, чтобы не навредить себе, своей семье, в обществе, державе. И вообще, как с этим быть, если ты туда попал? И как вообще туда можно попасть? Вот, наверное, давай это обсудим с тобой. И об этом поговорим. А что из этого получится? Слушайте и смотрите. Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов, Михаил Яйц, здравый Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня мы поговорим про локи и эгрегора и что это такое, с чем их едят, как в них попадают, как из них вылезать, можно ли вообще выйти или нет. Как ты думаешь, что такое локо, что такое эгрегор, чем они отличаются друг от друга? Помаленьку еще запишем передачу 10-20. Я глядишь точно, начну понимать, чем же они отличаются. Значит, эгрегор. Получается, это силовое поле, образующаяся группа людей, и оно пастух, наблюдающее такое вот. То есть, сначала оно следит за группой людей, через какое-то время у него появляется то, что можно назвать разумом, и инстинкт самосохранения, так сказать, включается, и это поле начинает управлять людьми, его вызвавшими, для того, чтобы как можно дольше прожить самому, то есть продлить свою жизнь, и как можно больше людей включить в это поле, потому что со временем, чем больше энергии дают люди, тем больше возможностей появляются у этого поля. Но, как я понимаю, оно действует кратковременно и затрагивает только вот нашу явную жизнь. Что касается Локи, то тут более серьезно, потому что Лока, как она может проявляться в нашем мире через эгрегор, и также она может иметь ответвление в том мире, куда уходит наши души, наш дух после того, как тело физическое умирает. И там уже это выглядит, как какое-то ограниченное, замкнутое локальное пространство со своими правилами и установками, куда ты попадаешь и должен эти правила и установки соблюдать. А чтобы из него выйти, нужно выполнить условия договора, которые ты заключил с тем, кто этой Локой руководит. Вот как-то так. Хочу только маленькое пояснение внести. Эгрегор не всегда создается людьми. Иногда эгрегор кто-то создает другой, более могущественный из иных миров. Но то, что эгрегор всегда попадает под управление теми самыми более могуществными из иных миров, причем низших миров, пекельных миров или демонических, как сейчас принято говорить, это факт. Если на начальном этапе эгрегор существует для того, чтобы люди получили что-то, если мы берем свежеорганизованный эгрегор, и он помогает людям вот это пространство каким-то образом упорядочивать для того, чтобы они быстрее достигли своей цели, то потом ему необходимо начинать чем-то питаться, подпитываться. И даже если цель уже достигнута, он все равно пытается их удержать. И вот как раз в момент, когда происходит подход к максимальному взлету этого эгрегора, накопления, вот-вот перед тем, как что-то будет создано, как правило, его перехватывают снизу. Почему? Потому что эгрегор – это пастух для большого количества людей. А вот тем, кто снизу, пасти большое количество людей не очень охота. И им проще пользоваться уже готовые. Пасти пастуха. Да, пасти пастуха, давать ему указания. А если какая-то овца выбивается, проще одну овцу обратно загладить в стойло в этот эгрегор, для того, чтобы этот пастух ими начинал управлять. То есть пастух пасет, пастух обеспечивает овец самым необходимым, овцы счастливы, довольны, и туда вбрасываются новые идеи. Ну, например, сделали ракету – ура, 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 ракету сделали, запустили, полетели. Раз – и вбрасывается новая мысль, потому что ракета-то уже выполнена, она уже летает. И что? Больше эгрегора не нужен? Нет, теперь давайте-ка мы сделаем так, чтобы, например, на ракете можно было не только человеку полететь, а доставить на Марс что-нибудь, какой-нибудь там луноход. Ура, ура! Теперь подключаются новые и новые отрасли, которые еще и еще больше сюда добавляются, хотя, конечно, ракетостроение – тоже большая отрасль, но все-таки начиналось с маленького. И тут новые институты, новые какие-то комбинаты, новые люди, и эгрегор расширяется. А потом говорят, а что просто так-то туда луноход запускать или марсоход, давайте мы в него атомное оружие положим. Ну и начинается изготовление атомного оружия и так далее и тому подобное. То есть много-много-много еще подтягивается, и в конечном итоге он переводится в состояние уже военной отрасли. Теперь уже это все служит только военным направлением. Хотя, конечно, в нашем случае на Земле это и выросло из военного. Ракеты, конечно, сначала сами по себе были, а потом, когда поняли, что они могут куда-то доставлять чего-то, атомная бомба уже типа была сделана, надо ее куда-то было доставлять. То есть здесь сначала просто ракета, потом атомные бомбы, потом мы скрестили вместе и ракету сделали большую. Ну, в общем, так. И эгрегор разросся очень большим стал, и теперь необходимо его поддерживать. Кто его будет поддерживать? Да те же самые людишки. А кто его будет пасти? Ну, естественно, тот, кому выгодно атомное оружие, потому что где атомное оружие, там страх. Где страх, там много питания. Где много людей, там, значит, деньги. Где деньги, там тоже страх, там тоже много питания. А где деньги и страх, и война, и оружие, там правление. Значит, все это вместе. Ну, такая каша замысловатая получается, красивая. И эгрегор становится большой-большой. Потом, естественно, что существует эгрегор денег, которые и войны, которые в себя этот эгрегор допускает. И там такое маленькое подразделение, которое там существует и так далее. То есть, другими словами, кстати, мы об этом передачу расписывали, но так повторяем по скорую руку. Эгрегор – это то, что не имеет какой-то сверхразумности, но который заинтересован в своем бытие. И поэтому люди для него – это только как батарейки, но которым иногда он исполняет определенные желания, чтобы эти батарейки не отвалились. Дав какую-то маленькую часть чего-то, он получает за меня на человека чего-то больше. А поскольку это принцип пекельного мира, то его всегда пасут пастухи из пекельного мира. И они постоянно дополняют что-то туда, для того, чтобы скучно не было. Вопрос к тебе на засыпку. А ипотека – это эгрегор? Ипотека – это следствие эгрегора. Итак, это один из инструментов. Это что касается эгрегора. То есть эгрегор – это не совсем разумное такое существо какое-то, сущность. Нет. Это то, что вот такое поле, которое проявляет зачатки разумности, но с точки зрения самосохранения. И которое людей воспринимает только как батарейка. Никаких обещаний эгрегору давать не надо. И эгрегор следит только при этой жизни. Умерла батарейка – все, больше этим телом эгрегор не занимается. Высосал последнее, что можно, и все, больше тебя, больше эгрегор тобой не интересуется. А вот лока, она создается уже кем-то более могущественным, но не относящимся к этому миру, там, демоническому пекельному. Который находится выше них, но который может использовать инструменты пекельного мира. Почему так? Лока, если она так или иначе, в кавычках, касается темного мира, она существует для того, чтобы тех, кто проштрафился, собрать. И не дать им возможности разрушать себя, разрушать кого-то еще. Вот есть прекрасные локи, где те, которые люди себя как-то вели не очень хорошо. Наркоманы, бандиты, воры, им вдруг дается какое-то писание, какое-то учение, они прозревают и говорят, все, теперь я буду служить вот этому. Теперь я буду преданный вот этому направлению. И они служат вот этому там божеству кому-то. Но ведь их вытащили из темного. Значит, туда необходимо было погрузиться, необходимо было за них зацепиться. И лока в данном случае является и одновременно эгрегорной сущностью, но управляемой уже свыше. Это отличие. Хотя, может быть, и через черный такой ход. Есть локи, которые светлые, где вот те люди, которые прошли вот это первичное обучение, они не бандиты, не убийцы в этой жизни, но для них светло лока организуется. И там такие божьи одуванчики существуют, все прекрасно, все хорошо. Лока, в отличие от эгрегора, распространяется уже на иной мир. То есть там есть офис, здесь есть представительство на земле. И человек, который в этом представительстве побывал, он попадает после смерти. Но не он сам, не физическое тело, а то, что является сущностью, попадает в локу. Не идет дальше по пути восхождения, а попадает в эту локу и продолжает там служить. И внутри локи определяется, кем он будет дальше. Будет ли здесь находиться и что-то делать. Либо, пройдя какой-то опыт, он будет направляться на землю и жить рядом с той лока, который был, с ней как-то взаимодействовать, но уже не будучи в ней. И будет проверка, насколько весь вот этот пройденный до этого путь ты усвоил, какие уроки получил и как теперь ты их будешь применять, находясь не в локе. То есть был монастырь, а теперь ты живешь рядом с монастырем. Это испытательный срок, да? Да. Если все хорошо, замечательно, ты возвращаешься в локу, и если все проведено было хорошо, ты можешь из этой локи выскочить дальше. То есть говорят, все, ты все выполнил, дальше идешь. А кто-то, ну и дальше как обычный человек, кто-то остается в локе там, наверху служит. Такие тоже случаи есть. Естественно, там мест ограниченное количество, поэтому все там остаться не могут. И вот это вот круговорот, такая вот система, она взаимодействует. Кто-то не справляется и на следующей жизни опять его в локу засовывают. То есть лока, это может быть представлено как колесо сансары, где туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Повезет, выскочил, не повезет, крутанулся и еще. Но нужна лока, не нужна? Я думаю, что нужна. Но мы сейчас говорим не об этом, как нужны и не нужны, мы говорим просто, что такое эгрегор. То есть эгрегору служить не надо, но в нем могут быть определенные службы. Эгрегором вы не интересны как сущность развивающейся, вы интересны как батарейка. Лока уже учитывает вас как человеческое существо, как высшую сущность, дает вам возможность как-то исправиться. Но при этом налагаются определенные ограничения. Вы уже не можете вправо-лево двигаться, вы должны идти по этому пути как уже слуга. И лока, как правило, проявляет себя открыто. И она накладывает определенные какие-то установки по жизни. Ты обязан делать вот это, вот это, с утра встал, молитвы, перед завтраком молитвы, перед обедом молитвы, перед ужином молитвы, перед сном молитвы. Причем молитвы не оба какие, а по четкой схеме, в увеличенном объеме и прочее, прочее. Если уж праздник должен проходить только так или иначе, там очень четко все поставлено. Вот только так. Чуть вправо-влево все. Значит, начинаются проблемы с локой. Начинаются разборки. Почему? Ты не исполняешь вот этого вот, ну скажем так, магического, магического варианта проведения чего-либо. То есть ты не имеешь права нарушить магический ход действий, который в этой локе предусмотрен. И ты обязан служить, выполняя все вот по букве «но». Это вот признак локи. Когда ты не можешь ни вправо, ни влево уйти. И как только ты пытаешься выйти раньше времени из локи, и если ты еще не готов, то начинаются серьезные проблемы. Во-первых, ты нарушаешь строй. Ты нарушаешь вот эту божественную магию, не выполнив мантру, не выполнив молитву, не выполнив обряд. Ты нарушаешь, ломаешь. И лока тебе дает по башке за это. Нельзя, нельзя, нельзя. И выскочить просто так невозможно. Для этого необходимы определенные условия. Так что лока – это то, что накладывает ограничения, но то, что заботится, и оно дальше продолжается после смерти сущностью. А эгрегор – это то, что не налагает никаких ограничений, кроме одного. Вы должны мне служить, я вас темно буду использовать, как батарейки. Мне понравилась очень фраза доходчивая и образы, которые ты применял. Эгрегор – это жизнь в подворотне. Где тебя используют, иди милостыни попроси, или еще какую-нибудь сделай гадость. Есть какой-то человек, который с этого что-то имеет, но ему пофиг. Тебя посадили, прибили или что. Пока тебя можно использовать, тебя используют. Следующий вариант с локой – это такой жизнь без родителей в детском доме с жесткими правилами, где действительно до определенного момента совершеннолетия, попробуй оттуда убеги, тебя поймают, и режим еще у тебя станет пожестче. И, наконец, то, что мы пока не рассказывали, но то, что я считаю наилучшее – это жизнь в семье, где тебя любят, заботятся, поддерживают, где дают тебе определенную степень свободы, но ты должен понимать свою ответственность. И вот давай все-таки сейчас про что поговорим. Так как Народное Славянское Радио как раз предназначено для людей, которые начинают задумываться о жизни, то я думаю, многие из них столкнутся с тем, что они увидят либо в окружении, либо внутри себя, что у них действительно принадлежность к какому-то направлению, то, что можно назвать Грегором или Локой. Так вот, давай попробуем подсказать им в плане техники безопасности, того, что как правильно выходить с Грегора, как правильно выходить с Локи, потому что я так подозреваю, что если ты, не доделав до конца тот контракт, который у тебя заключен, начинаешь хаять тех, кто тебя поддерживает в каких-то рамках и ты от которых зависим, то вместо того, что после этого тебе внезапно станет лучше, как бы не стало хуже. Во-первых, надо еще добавить один уровень. Первый уровень – это подворотня, где тебя, да, подкармливают обедками со стола, и вполне возможно, что, как в принципе, в курятнике ты еще достигнешь чего-то, но не достигнешь, и бог с тобой. Ну, сдох и сдох. Второй вариант, как ты правильно сказал, это уже Лока. Если тут было Грегор, это уже Лока, и здесь уже не подворотня, здесь уже организовано что-то, и ты обязан служить, и до определенного возраста ты выйти оттуда не можешь. Третий – это рядом с Локой, о чем я говорил. То есть, это семья, где принципы и подворотни, и вот этого детского дома, они соблюдаются. То есть, может быть, родители сами из детского дома, может быть, воспитание у них подворотни было, и они вот сидят в этих Грегорах, в этих Локах, и тебя туда подсаживают. А может быть, ты как раз спустился сюда, чтобы жить рядом с ними. А вот четвертый уровень, когда тебе дается полная возможность самому себя проявлять, и твои родичи не находятся под их воздействием. Вот как пирамидка такая. Вот подворотни огромное количество, детских домов поменьше, потом таких семей, где Лока и Грегор присутствуют, и свободных совсем мало. Такая пирамидка выстроится, поэтому свободных людей сейчас очень мало. Также надо отметить, что славяно-русской Локи или Грегора не существует. Это самое-самое важное. Нам говорят, ну как же вот славянский Грегор, там славяно-русский Грегор, арийский Грегор. Их не может быть. На заборе, да, можно разные буковки написать, но при этом за забором останется совсем не то, что вы написали. Да и забор сам не станет тем предметом или прибором, который вы на нем начертали. Можно сказать, кому-то в голову приходит, что есть славянский Грегор. Это он как хочет пускай называет, какие-то явления, какие-то там сборища людей, но на самом деле существует только родовой. А родовой – это то, что выше и Грегора, потому что это земной уровень, а родовой намного выше находится. И родовой находится выше любой Локи, потому что он там выше по своему статусу. Потому что Лока – это произведение божественное, а родовой – это то общество, то место, где сами боги существуют. Поэтому родовой он выше и Грегоров и выше Лок. И не может быть славянского и Грегора, не может быть славянской Локи. А вот косить под славянскую Локу и славянский Грегор, таких сейчас дельцов огромное количество. Но это на их совести давайте различать, где те, которые ряженые, которые создают какие-то такие свои мини-Локи, мини-Игрегоры, либо там, где живут нормальные человеки, которые понимают, что к чему. Это вот как дополнение. Теперь техника безопасности. И как быть? Само собой, если ребенок еще не готов выйти из детского дома, если он не понимает, как себя вести в жизни, его никто из детского дома не выпустит. Для того, чтобы выйти из Локи, так же, как из вот этого самого дома детского, необходимо понимать, куда ты выйдешь и с чем ты выйдешь. Вот если ты просто в поле выходишь, и ты не способен там выжить, тебя не выпустят из Локи, не выпустят из этого дома. Необходимо, чтобы ты уходил туда, где тебя примут, расскажут, покажут, что ты сделаешь. То есть пространство вокруг тебя должно быть готовым тебя принять. Мало того, ты обязан быть входящим в это пространство по своей готовности. Два условия. Первое – это пространство тебя готово принять. И второе – это ты готов войти в это пространство. Поэтому так мало случаев, когда из игрегров и из Лок люди просто так выходят. Вот просто раз – и вышел. И тебя больше ни игрегр, ни Лока не трогает. Мало того, ты смотришь на них со стороны, и они даже бывают случаи, когда начинают на тебя реагировать, как на какого-то командира, который находится выше них. То есть ты можешь сказать, так, пошли вон от меня, и раз – и все раздвинулись, и отошли. Или идите быстренько ко мне, что скажу. И все быстренько раз – и подбежали. То есть человек, который находится в родовом, он начинает управлять жизнью. Ни Лока, ни игрегр уровня родового достичь не могут. Поэтому выйти, попытаться выйти, заявить о чем-то можно. Но вопрос – а вы соответствуете? Многие люди даже из игрегра не могут выйти. Ну вот смотрите праздники те же самые, которых мы сколько уже передач записали. Какие-то выборы, какие-то там мероприятия. Это что? Это проявление воли вольного человека? Или это проявление рабов, которым сказали, как надо себя вести? Ну просто посмотрите, что люди делают. Люди делают, как им сказали, как им показали, не задумываясь, правильно они делают или неправильно. Вот просто так кто-то сказал. Просто так об этом кто-то указал, на это указал, намекнул и сделал какие-то там необходимые условия. Поставили загоны, показали, какие маски одевать, какие не одевать, что есть, что пить, как себя потом вести. Но вопрос – вы сами это делали или вам это подсказали? Если подсказали, вы это следуете без раздумия, без осознания, значит, вы находитесь как минимум в игре. Если вы используете одни и те же приспособления, одни и те же слова, одни и те же молитвы, если вы произносите что-то постоянно, и это закреплено не вами, из вашего понимания, а по установке, которую кто-то вам дал, неважно, книгу вам надавал или написал что-то, поздравляю, вы находитесь и в игре, и в локе. Если же вы понимаете, что дальше так делать не надо, вы уже этого наилились, и вы уже осознаете этот мир, вы тогда имеете право объявить «я выхожу из локи». Но имейте в виду, что если вы это заявили только из своей «хочушки», вам будут предложены все условия для проверки вашей «хочушки». А проверки будут очень жесткие, потому что там никого обмануть нельзя. Там все очевидно, понятно и доступно. Вы пытаетесь играть в этом случае не с человеческим мозгом, который напротив вас, и там потемки непонятно, что происходит, а с теми, кто насквозь вас видит, которые взаимодействуют с вашим высшим божественным, которые знают все ваше, то, что за чертой находится, бесовское, и их обмануть будет невозможно. Поэтому вы получите по полной программе. То есть свобода воли существует, нарушить ее нельзя. Но если вы играете с этим, то тогда ждите, к вам прилетит. И прилетит в большом количестве. Как бы потом не рыдать. Очень часто нам пишут, вот я там крестик снял, или я там раскрестился, или я там вышел из этого игра, из этого игра, а меня потом там догоняют. Постоянно такие вопросы пишут. Или как там раскреститься? Я говорю, да никак не надо раскрещиваться. Если вы осознали что-то, и вы понимаете, что это был ваш уровень бытия, это как вам необходимо было пройти, зачем вам что-то делать? Вы просто переходите в следующий уровень бытия. Вопрос. Ребенок, который первый класс прошел, он что, проводит какой-то обряд? Обряд сжигает книжки, портфель свой сжигает, штанишки свои сжигает, платья со своей девочкой сжигают, бантики. Да нет. Они просто переходят в следующий уровень своего бытия. Вот здесь закончили, отсюда взяли, что нужно, поблагодарили, и идем дальше. Дальше другой учитель, другой наставлик, другие учебники, другая одежда. Зачем делать какие-то глупые обряды, которые ни к чему не приводят? Но ведь обряд не сделает вас другим человеком. Он не вложит в вас другое осмысление. Вы к обряду подходите, значит, у вас осмысление уже другое есть. Зачем-то нужен обряд? Зачем что-то сжигать, что-то уничтожать? Зачем? Ведь вы тем самым наносите ущерб тому, в чем вы находились. Это первое. То есть вы врага себе призываете, вы вызов ему даете. Второе. Вы уничтожаете часть себя, которая с этим была связана. Вопрос, зачем вам сейчас себя уничтожать? Вы просто это отдаете, и все, вам больше это не надо. Ну как вот из библиотеки брали книжку и в библиотеку обратно вернули? Вы же не рвете эту книжку, потому что прочитали? Не сжигаете ее? Ну, это глупость какая-то. Вы просто возвращаете и берете следующую книжку. Поэтому и Грегор, и Лока – это не навсегда. Но выйти из них возможно по своему разумению и сознанию. Вот это единственное, что надо вам понимать. И в принципе ничего нового здесь я не скажу. Хороший пример библиотеки. То есть если вам попалась плохая книжка или когда-то она вам нравилась, а теперь вы считаете, что эта книжка никуда не годится, то не стоит сжигать библиотеку, потому что кому-то она может пригодиться. Ты знаешь, я тут как-то в один из новых годов, тогда еще, не лет, а годов, решил посмотреть мультик, который мне в детстве нравился. Я нашел видеокассету, нашел этот мультик, думаю, о, сейчас посмотрю, сравню свои впечатления, как мне там в детстве-то казалось. Вставляю, что-то не катят, прухи нету. А ведь тогда такая радость была, тогда такое счастье было. И я понял, что я перерос этот мультик, ты знаешь. Как-то вот перерос, и больше смотреть на его интереса нет. И я себя заставил досмотреть его до конца, взвешивал все свои впечатления, ощущения детские. И вот сегодняшние, и я понял, что оказывается я вырос. Для меня это было такое открытие. То же самое и здесь. Человек постоянно развивается. И то, что когда-то вам казалось величайшей идеей, величайшим спасением, помыслом или что-то еще таким светлым, добрым, и вы смотрите на него другими глазами, взрослого человека, вы понимаете, что это все доброе, это все хорошее, это все нужное, но только уже не на вашем уровне. Вот если вы это осознали, вы тогда начинаете смотреть, а как жить на новом уровне, а что еще есть необходимое, а какие инструменты, а какие люди, а кто еще созрел, а что делать. Вот взрослый человек, он всегда относится к этому миру с позиции, что теперь в этом мире сделать, чтобы не разрушить этот мир, создать что-то доброе для того, чтобы это потом доброе передать своим детям, которые сейчас смотрят эти мультики, но они подрастут, им надо будет что-то отдать. А взрослый маленький ребенок, он все время чем-то недоволен, он все время сражается постоянно, кого-то переделывает, там ходят с ним вот эти вот разборки, чья там мама крашит, чей папа каратист более крутой. Вот это вот показатель детскости, показатель взрослой детскости, то есть глупости. Я предполагаю, что пришло время от этого избавляться, и я предлагаю переходить в новый этап своего взросления. Мне образ пришел новогодний. Получается, даже если вы уже переросли Дедушку Мороза и понимаете, что его нет, но у вас остался костюм Дедушки Мороза от папы еще, и вот у детей, у соседских, почему-то Дедушка Мороз на праздник не пришел, то можно и даже, наверное, нужно надеть этот костюм и доставить кому-то радость. Это не означает, что вы стали в этот момент хуже. Это означает, что вы стали немножко мудрее. Мало того, если вы даже подстраиваетесь под бытие тех людей, под восприятие, но потому что они не представляют себе Новый год без Деда Мороза, это не означает, что вы должны быть тем самым Дедом Морозом, которого они ожидают. Вы можете, как Дед Мороз, которого они ждут и которого они будут воспринимать, подать что-то новое, новое такое, что их переведет на новый уровень осмысления. То есть не надо прыгать вокруг елочки, не надо там кричать какие-то глупые стишки, а включите того Деда Мороза, который поможет им перейти на новый уровень осознания. Представляете, что это будет? То есть вы вошли, вас встретили по одежке, вы вложили что-то новое и вас проводили по уму. И вот насколько вы умно, разумно и понятно будете это делать, вот так вас и будут провожать. Либо пинками, и вы вылетите в этом костюме, либо с поздравлениями, с благодарностью, с радостью скажут, какой вы, оказывается, умный человек, а мы-то этого не знали. Теперь мы обязательно на это обратим внимание. То есть принцип ведической культуры простой. Ищите во всем, что есть, добро и сейте добро, а не крысьтесь на тех, кто рядом с вами, кто не дорос до чего-то. Потому что часто бывает, что когда вам кажется, что кто-то до чего-то не дорос, на самом деле это вы немножко не понимаете, что на самом деле происходит. Поэтому ищите добро, делайте добро. А то, что не доброе, в добро переведите. Но только не причиняйте добро. Но на этой доброй ноте разреши Алексея раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю всех, кто пишет интересные реплики вопроса на нашем сайте и нашем канале в YouTube. YouTube.com.slavradio. Именно благодаря вам рождаются вот такие мысли, вот такие идеи, вот такие передачи. Также Михаил, низкий поклон за то, что собираешь все эти сообщения. Напоминаю, что гоблинов мы не жалуем. Если вы употребляете не литературную, не цензурную лексику и выражение по отношению к сказителям, по отношению к авторам, по отношению к говорящим, да и просто к тем, кто пишет, мы воспринимаем это как нечеловеческое общение, а значит отправляем вас за пределы нашего человеческого общества. Здесь все-таки собираются люди, которые пытаются разобраться, кто они, для чего они и что с этим делать. Так что учитывайте, пожалуйста, это и пишите осмысленно, а не как это делала Элочка-людоедочка и не как это делают гоблины. На симе я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио был Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт словрадио.орг и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok